Канал Дождь, Ксения Собчак. У меня к вам два вопроса, если позволите. Первое. Вот пока все озабочены событиями в Украине, происходит событие, которое волнует нас на территории Чеченской Республики. А именно глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров де-факто объявил, что на территории Чеченской Республики не работает закон Российской Федерации и не работает Российская Конституция. А именно он публично заявил о том, что будут некие расправы над родственниками людей, обвиняемых в терактах, которые еще не были по ним приняты судебные решения. Вот в связи с этим хотелось бы получить ответ. Вы как юрист, как гарант Конституции будете ли защищать тех граждан, которые сейчас подвергаются, ну по сути дела, досудебным расправам? Их дома уже сжигаются. Единственная правозащитная организация, в ней сегодня происходит в Чечне, обыски, был поджог и так далее. Вот как с этим быть и что с этим делать? Того, что было сказано Кадыровым в отношении родственников террористов, в отношении их жилья, изгнания из республики и так далее. Вы знаете, конечно, и здесь у меня нет и не может быть никакого другого подхода, кроме одного. В России все должны соблюдать действующие в нашей стране законы. И никто не считается виновным до тех пор, пока это не признано судом. Это первое. Второе. Я уже говорил, что жизнь, она сложнее и многообразнее. И должен сказать вам из практики работы антитеррористических подразделений, как правило, я не говорю всегда, я сейчас поясню, что имею в виду, как правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об этом. Это как минимум. В подавляющем большинстве случаев. Но это не даёт право никому, в том числе и руководителю Чечни, право на какие-то досудебные расправы. Вы здесь абсолютно точно с вами согласны. И более того, соответствующие правоохранительные органы сейчас проводят по этому случаю предварительную проверку. Кто были те люди, которые сожгли дома, уничтожили их, родственников террористов, это нужно выяснить. Потому что это были люди в масках. Само заявление Кадырова могло быть и просто эмоциональным, а этим мог кто-то и воспользоваться. А эмоции в таких случаях, мне кажется, понятны, потому что в ходе этого теракта в Чечне было убито 14 милиционеров. И началось всё с убийства сотрудников ДПС. Не в ходе какого-то боестолкновения, а просто людей подло фактически расстреляли в упор. И потом погибло ещё дополнительно большое количество людей, всего 14. 38 тяжело раненых, в том числе есть тяжело раненые. Как вы знаете, тысячи людей потом вышли на митинг. В этих условиях, конечно, руководитель республики сделал определённые эмоциональные заявления. Уверен, и эти заявления полностью соответствовали ожиданиям со стороны людей. Но он не имел на это права. И совершенно правильно будет проверить все эти факты. Повторяю, здесь, кроме публичных заявлений и последовавших затем действий, в том числе по уничтожению этих жилищ, должна быть проведена проверка и установлена, что же на самом деле произошло. Может быть, просто кто-то воспользовался этим и сделает. Может быть, нет. И тогда соответствующие правоохранительные органы должны будут определённым образом отреагировать. Вместе с тем, и вы это хорошо знаете, к сожалению или к счастью, как хотите, в мировой практике борьбы с террором такие методы применяются. Самым активным образом применяются в Израиле. Но и это ещё не всё. Дело не в Израиле. Вот сейчас мы стали свидетелями того, что в Соединённых Штатах после 11 сентября были легализованы пытки. Это как? Можно объяснить. Больше того, они не просто были легализованы, разрабатывалась методика использования этих пыток. Поэтому жизнь сложна и многообразна, но мы должны придерживаться закона. И здесь я с вами согласен. Если мы будем выходить за рамки закона, это приведёт нас к хаосу. Будем и эти факты тоже расследовать и реагировать на это. Собчак, я её лично знаю, но она задала вопрос. И она сама этого не хотела, я знаю точно. Её кто-то направил туда. Направил, кто тоже мы знаем. И она абсолютно не беспокоится за наш народ. И особенно за всеми, которые, так сказать, пострадали. И поэтому даже я не хочу про неё и про её вопросы отвечать. Она этого не стоит. Ну, действительно, факт есть. Над этим правоохранительные структуры работают. Прокуратура, Следственный комитет, МВД. Они дадут правовую оценку. Что касается моего заявления, если кто слышал, я сказал вот в таком формате. Вот с сегодняшнего дня, если кто-то совершит преступление, то мы будем сносить дома, выселять семей. И от этого я не отказываюсь. И за свои слова я перед законом, перед всеми отвечу. И то я сказал. Если всеми замешаны, а всеми замешаны, бывает вот в Сунчинском районе, вот вчерашние проведённые спецоперации, на мои вопросы есть ответ. Мы, если хотим бороться против терроризма, то мы должны бороться эффективно. А эффективность проявляется в том, что им не помогали. Кто им помогает? Обязательно родственник. И родственник, если помогает террористу, он соучастник этого террористического акта. А почему мы должны ему платить соцпакет? А почему мы должны ему давать все условия для нормальной жизни? Для того, чтобы он нас убивал? Нет, я этого не хочу. 14 моих лучших бойцов, 36 получили ранения, пострадали мирные жители. Я этого не хочу больше. И если кто хочет вернуть своих сыновей в мирную жизнь, для этого есть компетентные органы, просто они его доставят туда. А они этого могут, я знаю, абсолютно. Поэтому, а кто с ним заодно, тому не место на территории Чайловской Республики. Нам уже рассказали, что оппозиция это враги народа. Значит, нам уже показали вашего бывшего премьер-министра в прицеле оптической винтовки, в оптическом прицеле винтовки. Я думаю, что роль государства в том, чтобы задать форматы, задать берега. То есть сказать, за какие берега не выходить. Не могли бы вы вот здесь и сейчас сказать своим губернаторам, и пользуясь своим гигантским, на самом деле, авторитетом и общественным силам, где в конкуренции за горизонты будущего драться можно без правил, а где есть правила? Без правил нигде нельзя. Если мы цивилизованные государства... Можно искать врагов народа? Можно, можно... Понимаете, мы этот год, если мы начнем искать врагов народа, мы закончим черти чем. Я даже говорить не хочу чем. Да, я понимаю и знаю, о ком вы говорите. Говорите об одном из руководителей наших регионов на Кавказе. Понятно. Я лично с ним разговаривал по этому вопросу. Но, вы знаете, давайте исходить из реалий нашей жизни. Каковы эти реалии? Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов, Чеченской республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу, вы не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом, который, отец его, его никто не заставлял, отца, никто не вербовал, никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно, это соответствует интересам чеченского народа. Это трудная очень трансформация внутренняя. Причем она действительно изнутри шла. И я знаю, что вот с этими же убеждениями работает и Рамзан Кадыров. Он бы никогда не стал возглавлять никакую республику в составе Российской Федерации, если бы не был убежден, что это правильный выбор. Вы понимаете, это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью. Как-то он мне сказал такие слова, дайте умереть достойно. Они готовы к этому. И вы понимаете, да, но в интересах своего народа. Но надо понимать, что все-таки, что это за люди. Ну, я уже не говорю про то, что это Кавказ, люди горячие. Но и становление этих людей, как людей, занимающихся государственной работой, на высоком политическом уровне, оно тоже идёт непросто. Они же, мы же все люди, мы все из своего собственного прошлого. Но надеюсь, что и руководители Чечни, и другие руководители регионов Российской Федерации будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом. И к ним придёт понимание, что действовать или формулировать своё отношение к тем или иным оппонентам крайними способами – это не значит способствовать стабильности нашей стране. А наоборот, это значит наносить ущерб этой стабильности. И вот если это осознание пройдёт, я уверен, что так и будет, потому что они искренне работают на общенациональные интересы, тогда и не будет таких высказываний. Ну, наверное, в этом есть и мои упущения. По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично. У нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Он избрал такой путь политической борьбы, атак личных и так далее. Но я к этому привык. Не он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступления, которые должны быть расследованы и наказаны. Вот вы сказали, и участники должны быть изобличены и наказаны. Кто бы это ни был. Вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали. Но надо установить, то ли так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь. Следствие должно установить. Как бы долго это, кстати говоря, не продолжалось. Вот у нас было убийство Старовойтовой. Она ведь тоже была оппозиционером в известной степени. Значит, всё-таки правоохранительные органы довели это дело до логического завершения. Так же, как и некоторые другие дела в отношении людей, которые настроены были оппозиционно к власти. Полагаю, что вот такие вещи обязательно должны быть расследованы, а виновные изобличены и наказаны. Таким образом, мы будем создавать устойчивую политическую систему внутри собственной страны. Это важнее, чем кого-то прикрывать, не дай бог. Никто никого прикрывать не собирается. Но нужно дождаться данных объективного следствия. Обвиняемые в убийстве были арестованы через 6 дней после преступления. Никогда в истории современной России исполнителей заказного убийства не ловили так быстро. Это ещё одно доказательство того, что руководству ФСБ о киллерах было известно заранее. Четыре главных исполнителя убийства – военнослужащий из полка «Север» внутренних войск Министерства внутренних дел. У исполнителей не было собственного мотива преступления. Да и отправить на полгода в Москву военнослужащих могло только руководство. Полк «Север» подчиняется командующему внутренних войск МВД Виктору Золотову и президенту Чечни Рамзану Кадырову. Это и есть пехота Путин. Генерал Виктор Золотов является покровителем Рамзана Кадырова и близким другом Путина ещё с работы в Петербурге. До осени 2013 года Золотов был заместителем директора ФСО. Став главкомом внутренних войск, он сохранил в ФСО огромное влияние. В той самой ФСО, которая охраняет Кремль и контролирует все подступы к нему. Руководит ФСО ещё один на 100% путинский человек Евгений Муров. Исследователь спецслужб Пит Ирли в книге «Товарищ Джей» приводит такой рассказ заместителя директора ФСО Александра Лункина. Лункин сказал, что он был с обоими – Муровым и Золотовым в Москве. И в разговоре возникло имя Александра Волошина, главы администрации президента. Муров и Золотов открыто говорили о том, что Путин завидовал Волошину и его политическому весу. Путин, мол, хотел уволить серого кардинала, но не смог сделать этого по политическим причинам. Муров и Золотов вдруг начали обсуждать способы убийства Волошина. Одна из идей была – убить его и обвинить во всём чеченских террористов. Другая – свалить его убийство на русскую мафию, якобы наказавшую его за какие-нибудь тёмные делишки. Золотов, Муров и Кадыров – люди Путина. И не могли самостоятельно принять решение об убийстве лидера российской оппозиции в центре Москвы. Рамзан Кадыров – это не самостоятельная фигура. Он сто процентов управляется Кремлём. Он сто процентов контролируется Кремлём. Кадыров, даже если он что-то не знает и в университетах не обучался, он прекрасно знает, что политик Борис Немцов – это юрисдикция Папы. Я думаю, что для него это определяющая красная черта. Кадыров действовал строго по понятиям и через 10 дней после убийства Бориса Немцова Путин наградил Кадырова Орденом Почёта. Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я Путину Владимиру Ильичу очень-очень-очень предан. И мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. За год, прошедший с момента убийства, не был допрошен ни один организатор преступления. Родственники Немцова потребовали допросить Кадырова и Золотова. Но суд и следствие отказались это сделать. Надеялись, что в течение лета все-таки следствие как-то найдет в себе силы найти Геремеева, допросить, может быть, Кадырова и так далее. Все это не произошло. Следователи дважды пытались предъявить заочное обвинение Руслану Геремееву, офицеру МВД, который руководил исполнителями убийства в Москве. Но оба раза постановление не подписал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В России есть только один человек, который может приказать суду и Следственному комитету не допрашивать очевидных преступников. Все уже потирали руки и думали, что знамена великого Ахмата Хаджи упадут в грязь. Но не тут-то было. Вы помните те их иезуитские голоса? Это шакаля завывания из-за бугров Запада, из-за океанов, когда все ждали, что вот-вот еле-еле зарождавшаяся чеченская государственность превратится в прав. Но не тут-то было, потому что чеченский народ проявил великую государственную политическую волю, доверив свою судьбу Рамзану Ахматовичу Кадырову. И эту судьбу мы сегодня несем. И сегодня мы должны понимать, что, если мы берем во внимание то, что мы единый организм, Рамзан Ахматович Кадыров – это часть этого организма, состоящая в голове. Рамзан Ахматович Кадыров – это часть этого организма, состоящая в голове. Рамзан Ахматович Кадыров – это часть этого организма, состоящая в голове. Уважаемый Рамзан Ахматович, вы видите этот огромный живой организм? Мы привыкли, что вы, голова этого организма, так не обезглавливаете свой народ. Того, что было сказано Кадыровым в отношении родственников террористов, в отношении их жилья, изгнания из республики и так далее. Вы знаете, конечно, и здесь у меня нет, и не может быть никакого другого подхода, кроме одного. В России все должны соблюдать действующие в нашей стране законы. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано и наказано. Вот вы сказали, что участники должны быть изобличены и наказаны. Кто бы это ни был. Он воевал с нами в лесу, вы не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом, который, отец его, его никто не заставлял, отца, никто не вербовал, никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно. Вы понимаете, это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью. Как-то он мне сказал такие слова, дайте умереть достойно. Они готовы к этому. Мы же все люди, мы все из своего собственного прошлого. Но надеюсь, что и руководители Чечни, и другие руководители регионов Российской Федерации будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом. Надеюсь, что и руководители Чечни, и другие руководители регионов Российской Федерации будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом. Продолжение следует...